Российская агрессия против Украины нанесла чудовищный удар по глобальной системе безопасности. Владимир Путин ведет войну в Европе, а тем временем китайский диктатор Си Дьимпин стал фактически пожизненным правителем. Он стремится сделать Китай мировой державой номер один. Между Россией и Китаем Казахстан. Стратегическое положение в Азии и огромные запасы нефти и газа давно привлекают внимание его соседей-гигантов. Мы в Астане, столице республики Казахстан. Сзади меня вот это здание с голубым куполом. Это президентский дворец, где работает президент Касым Жамар Такаев. Казахстан вообще-то девятая по территории страна мира, а население в ней всего 20 миллионов. Это меньше, чем штат Флорида. А еще у Казахстана есть 7 тысяч километров, даже есть больше, может быть, общей границы с Россией. И с начала путинской войны против Украины люди здесь задают вопрос. А Казахстану, России, бояться нужно? Здесь, в президентском дворце, вырабатываются все главные решения, призванные сохранить отношения Казахстана с соседями и одновременно не позволить ни одному из них слишком сильно влиять на политику страны. Внешняя политика Казахстана официально называется многовекторной. По-простому это означает, что страна не слишком сильно приближается, не слишком сильно отдаляется ни от кого. Ни от России, ни от Китая, ни от Запада. На самом деле это не так просто сделать. Первый президент Нурсултан Назарбаев привел Казахстан в программу НАТО «Партнерство ради мира». Он также сделал страну участницей Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности. И там, и там доминирует Россия. Кроме того, Назарбаев стал одним из соучредителей шанхайской организации сотрудничества, где ключевую роль играет Китай. Назарбаев доминировал в казахстанской политике с момента обретения независимости в 1991 году и до 2019 года. Его преемник Касым Жомарт Токаев продолжил реализацию многовекторной внешнеполитической стратегии. Полномасштабное вторжение России в Украину проверяет эту политику на прочность. В положении своей страны многие в Казахстане видят сходство с ситуацией в Украине. Дело не только в том, что оба государства имеют протяженную границу с Россией. В Казахстане сильно и глубоко влияние России, как когда-то до войны, было в Украине. В Казахстане, особенно на севере, проживает более трех миллионов граждан, для которых русский язык первый и родной. Но в то же время уровень межэтнической напряженности в стране невысокий. В крупных городах люди часто говорят и по-казахски, и по-русски. Отношения с Россией были и остаются стабильными. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Казахстан не признал аннексию, но и не разорвал связи с Москвой. А в 2021 году, по показателям товара оборота с Казахстаном, Россия вышла на первое место с объемом около 22 миллиардов долларов. Но, как сказала мне Джоанна Лиллис, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, сложившийся баланс стал вызывать у многих тревогу. Джоанна — журналист и писатель. Она живет в Казахстане два десятилетия. По мнению Лиллис, казахстанская элита понимает, после российского вторжения в Украину страна оказалась в уязвимом положении. Мы видим все признаки того, что политическое руководство Казахстана, начиная с президента Тукаева, крайне обеспокоено вторжением в Украину. Оно принимает меры, чтобы Казахстан не оказался вовлеченным, насколько это возможно, не пострадал от политических последствий, не был записан Западом в союзники России в этой войне и не страдал от политических и экономических последствий. Но Казахстан, конечно, вовлечен во все это. И, вероятно, особенно заметны для него экономические последствия. Думаю, что ситуация лучше всего суммировал один из заместителей министра иностранных дел. Он очень красиво выразился. Казахстан не намерен оказаться за новым железным занавесом. И я думаю, что это и есть политика руководства страны. Вот одна из иллюстраций политики Астаны. В прошлом году эти россияне бежали в Казахстан от путинской мобилизации. По разным оценкам, от 200 до 400 тысяч человек нашли здесь убежище и получили заверение, что их не выдадут России. Для президента Тукаева это один из способов показать своему народу, да и всему миру, что он независимый политик, действующий без оглядки на Москву. Для казахстанской политической оппозиции дистанцирование от России и желательный, и неизбежный процесс. Нуржан Альтаев раньше был заместителем министра, а затем ушел в оппозицию и возглавил собственную партию. Он безуспешно пытался участвовать в президентских выборах. Уже после того, как мы сняли интервью с ним, Альтаев был арестован по обвинению в коррупции. Альтаев выразил распространенное мнение, когда говорил, что Казахстан должен ускорить процесс дистанцирования от России. Это старая традиция, то есть у нас сейчас во власти еще и в элите очень много людей, которые вышли из Советского Союза. Они привыкли подчиняться Москве, они привыкли оглядываться на Москву, они не привыкли принимать каких-то самостоятельных решений. Они все время оглядываются и смотрят, что же там скажут, и пытаются отреагировать на то, что происходит в Москве. Это абсолютно неправильно, но мы видим, что эти люди постепенно сейчас будут уходить на второй план, они просто будут уходить со сцены. И сейчас приходят новые люди, по сути, новые молодые люди, абсолютно которых ничего не связывает с Москвой, ничего не связывает с Россией. Молодые политики сейчас, которые говорят о том, что нам, может быть, больше нужно ориентироваться на более цивилизованный мир, на Запад, на Европу, на Соединенные Штаты. Есть люди, которые говорят, нам нужно больше сближаться с тюркскими странами, с Турцией, с Азербайджаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, потому что это единая кровь, единые гены, язык, религия и так далее. То есть сейчас уже большая часть населения, вы знаете, Казахстан довольно молодая страна, у нас очень много молодежи, и молодежь, она абсолютно уже себя никак не ассоциирует с Советским Союзом или с Российской Федерацией. Опасения Казахстана по поводу намерений России не остались незамеченными в Пекине. Китай уже крупный игрок в Казахстане. Еще недавно он был на втором месте после России с товарооборотом около 19 миллиардов долларов. Сегодня, по ряду данных, вышел на первое. Готовы ли Си Цзиньпин и его политбюро играть более активную политическую, да и военную роль в Центральной Азии? Эван Фейгенбаум был заместителем помощника госсекретаря Соединенных Штатов по Центральной Азии при президенте Бараке Обаме. Он говорит, что Китай неизбежно становится более важным партнером для Казахстана и, соответственно, для всего региона. В первую очередь Китай использует свое географическое положение, а во вторую – экономическую мощь. Китай географически дополняет регион, который не имеет выхода к морю, и при этом ищет дополнительные инфраструктурные связи – рынки, выход на мировую экономику. И если вы ищите альтернативу России, то Китай с его географическим положением – составная часть этой реальности, этого поиска. С точки зрения Центральной Азии Китай предоставляет новые возможности. Но главное, что Китай пытается использовать – это свой экономический вес. Он не просто торгует, он строит, он кредитует и инвестирует. И с точки зрения правительства Казахстана это создает, как я уже сказал, новые возможности для страны. Я впервые приехал в Алматы в 1994 году. Тогда город был столицей недавно созданной Республики Казахстан. Но всего три года спустя Нурсултан Назарбаев приказал перенести столицу из Алматы в Астану, в самый центр страны. Официально для того, чтобы избежать опасности землетрясений, которые часто случаются в этом гористом районе. Но здесь мы всего-навсего в 400 километрах от границы с Китаем. И это, скорее всего, было главным соображением при переносе столицы. Несмотря на инвестиции, симпатии простых людей китайцам завоевать не удалось. В последние десятилетия рабочие предприятия с китайским участием не раз протестовали. Причины – кабальные, а иногда и опасные условия труда, слабая защита окружающей среды и, как бы сказать помягче, снисходительные отношения китайских менеджеров к персоналу. Попросту говоря, расизм. Оппозиционер Нуржан Альтаев считает, что возможная переориентация на Китай не понравится гражданам Казахстана. Народ наш очень боится китайцев, боится китайской экспансии. Это вот когда только возникает какой-то вопрос о том, что китайские инвестиции, либо какие-то земли передать в аренду, для того, чтобы они там использовали, сразу же у нас народ встает на дыбы и говорит, что нельзя этого делать. Ну, возможно, что народ где-то чувствует и чувствует определенную опасность на инстинктивном уровне. Досым Садпаев – ведущий казахстанский политолог. Я застал его на семинаре для представителей немецкого бизнеса, работающих в Казахстане. Садпаев поделился своим мнением о дилемме, стоящей перед руководством страны. Отношения с Китаем у руководства Казахстана – это палка о двух концах. То есть, с одной стороны, не понимая, что Китай может быть неким контрбалансом, и, кстати, очень важный момент, что именно Китай будет менее чего заинтересован в попытке реализовать проект «Крым наш» в Казахстане, через северные территории. Хотя бы потому, что Китай вбухал сюда много инвестиций, 30 миллиардов долларов. Через Казахстан проходит маршрут важный, one bullet, one road. Для Китая Казахстан важен как стабильное государство, из-за Синьцзиани и Афганистана. То есть, в этом плане Китай однозначно против любых каких-то военных конфронтаций России. Но, с другой стороны, антикитайский настроение в Казахстане никто не отменял. И Тукаеву придется это учитывать. И в этом его ловушка, значительная ловушка. Президенту Тукаеву необходимо поддерживать активные отношения с Китаем в качестве противовеса влиянию России. Но при этом слишком тесное сближение с Пекином может вызвать беспокойство казахстанской элиты и, кто знает, возможно, даже народные волнения. Китай, кажется, не слишком интересует такие тонкости. В сентябре 2022 года Си Цзиньпинь использовал официальный визит в Астану для тестирования новой идеи. За день до приезда он опубликовал в официозной газете вот это. Китай хотел бы углубить сотрудничество с Казахстаном в правоохранительной сфере, безопасности и обороне. Позднее Си продвигал те же идеи на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Неужели Китай готовится сделать решительный шаг и заменить Москву в качестве гаранта безопасности Казахстана? Журналистка Джоанна Лилис считает, что да. Это прозвучало как предупреждение в адрес России, дескать, не трогайте Казахстан. Мы знаем, что Китай не осудил вторжение России в Украину, хотя и не предложил особой поддержки. Я уверена, что это заявление было реальным предупреждением России. У Китая есть красные линии, одна из них связана с возможным активным российским вмешательством в дела Казахстана. И хотя китайцы не назвали Россию по имени, полагаю, казахстанскому руководству было очень приятно услышать столь могущественную державу, предостерегающую Россию от вторжения. Есть и другое мнение. Бывший американский дипломат Эван Фейгенбаум считает, вряд ли Китай будет готов раскрыть свой военный зонтик над Казахстаном. Такого рода вещи, приверженность суверенитету, территориальной целостности, это стандартная риторика китайской внешней политики. На самом деле Китай говорил то же самое и об Украине. И куда это нас привело после 24 февраля 2022 года? Если бы я сидел в Казахстане, я, конечно, не ожидал бы многого от китайцев. Они не затеют драку с Россией и не разорвут их отношения в чьих-либо интересах. Китай не готов выступать в качестве чьего-то представителя. Китайцы довольно эгоистичны и думают только о национальных интересах. Впрочем, как и многие другие страны. Все эти заявления Пекина шаблонные. Они призваны поддержать равновесие, подтолкнуть Москву, задуматься о возможных последствиях каких-то ее действий. Но на практике я не ожидаю от Китая слишком многого. Китай не желает выступать с твердыми гарантиями безопасности для Казахстана. Россия постепенно теряет влияние в Центральной Азии. Что в этой ситуации делать с Западом? Скажем, все страны ЕС в совокупности даже более крупные торговые партнеры Казахстана, чем Россия. Американские и европейские энергетические компании, такие как Chevron и ENI, активно участвуют в проекте транскаспийского газопровода, по которому газ поступает в Европу, минуя территорию России. Кремль этот проект буквально ненавидит. Западные страны хотят сохранить нынешнее положение дел. А это потребует от Казахстана продолжить балансировать между различными игроками, считает политолог Досым Сатпаев. Ни США, ни европейские союзники хотят, чтобы они стали ни китайским, скажем так, частью китайского некого блока, ни тем более попали под влияние России вместе, как вот Беларусь сейчас, да, в общую там лодку с Россией сесть. Они хотят, чтобы этот регион, он был в лучшем случае нейтрален. Если Запад хочет, чтобы Казахстан отвернулся от России и при этом не повернулся лицом к Китаю, ему нужно выяснить, кто будет защищать эту стратегическую территорию, нефть и газ. Вот эта очень длинная улица сзади меня в Астане называется проспектом независимости. Здесь каждый год, 7 мая, в День защитников Отечества, президент принимает военный парад. Путинская война против Украины сфокусировала внимание общества и руководства на вооруженных силах Казахстана, точнее, на их реальном состоянии. Армия Казахстана страдает от коррупции и зависит как от оружия российского производства, так и от российских военных вузов, где учатся казахстанские офицеры. Как считает Джоанна Лиллис, коррупцию могут ликвидировать только сами казахстанцы, но Запад мог бы помочь в других областях. Я действительно думаю, что Запад мог бы оказать конкретную помощь в области безопасности с точки зрения улучшения казахстанских вооруженных сил. Я не могу выступать от имени правительства, но думаю, что участившиеся в последнее время разговоры по поводу укрепления армии, увеличения военных расходов могут указывать на то, что руководство страны открыто для такого рода помощи. Очевидно, такая помощь должна быть прозрачной и не должна быть неправильно истолкована соседями. Но я думаю, что это сфера, в которой Запад мог бы помочь. По всей Центральной Азии все больше людей не воспринимают Россию как безусловный авторитет и центр притяжения. Этим активно пользуется Китай. Он предлагает странам региона свою модель экономического роста без демократии и правовых гарантий. Казахстанское руководство, судя по всему, хочет продолжить многовекторную и сбалансированную внешнюю политику, которая не дает решающего преимущества ни одному из внешних игроков. Но это становится все более трудной задачей. Россия по-прежнему считает Казахстан незаменимым экономическим партнером и воротами в Центральную Азию. При этом Китай готов расширять свое влияние в регионе. Он будет все чаще делать это за счет России. Давление Москвы и Пекина на Казахстан станет только расти. Главный вопрос ближайшего будущего – обратят ли Соединенные Штаты и их союзники более пристальное внимание на Казахстан и вообще Центральный Азиатский регион. В эпоху глобального противостояния Америки и Китая это выглядит неизбежным.